Добрый день. Добро пожаловать на канал фунт Дуглас Брикс. Я снова с вами и у меня наконец-то появилась возможность сделать обзоры и сейчас мы их и начнем. Сегодня у нас будет обзор конструктора фирмы Энлихтен из серии Полис Бэтл Форс. Вообще начали приобретательный набор уже достаточно давно. Планировалось в ближайшее время сделать всего три обзора. К сожалению будет только два причины, я объясню по ходу этого обзора. Начали мы приобретать небольшие для начала наборы. Первым был у нас куплен в местных магазинах вот такой вот набор номер 1908, так и называется Полиция. Должен был он составить из такого вездехода и двух мини фигурок. К сожалению очень часто, я не помню говорил я об этом в предыдущих своих обзорах или нет, в магазинах очень часто для экономии места достается все из коробки полностью все пакеты с деталями, инструкция, наклейки и когда привозится в магазин снова собирается вместе и пакуется. И к сожалению вот очень часто это приводит к тому, что какие-то пакеты теряются от похода перевозки, вот наш случай не стал исключением. К сожалению конструктор пришел не в полной комплектации, машину собрать возможности нет, потому что отсутствует очень много деталей, отсутствует одно из колес, зато у нас вот появились мини фигурки, о них я быстренько сегодня поговорю. Первая мини фигурка у нас это вот такой вот преступник. Чем это интересна эта серия конструктора Фонлихтен тем, что появились достаточно богатые принты не только на туловище фигурах, на лицах, но и на ногах. Исключением не является и вот эта вот фигурка, очень интересная. Это у нас такой вот Панк, у него интересный лицевой очень принт, даже есть татуировка на лице вот над левой бровью, тот же пластырь, я не знаю будет видно вам или нет буквы, наверное нет, не получится сфокусироваться, так близко, так сильно увеличить. Бородка, глазки, очень интересное лицо. На куртке у нас много заклепок, какой-то значок, анархия, ремень, куртка на молнии, коричневого цвета джинсы, видны даже вот принт есть карманов, это пояс, какая-то окраска на джинсах есть виден, принт изображающий обувь, что тоже является нововведением для Лихтена, это вот стало появляться у них на серии, в серии Полис Бэтл Форс и Леджендари Паэрс, до этого вот у них такого не было. Есть принт на спине, с надписью The World Hard Combat и мордой то ли дракона, то ли волка, вот это такое мифическое животное. Ирокес типовой, он и у леговских игрушек такой, ирокес, и у Лихтена он уже индейцев появлялся до этого, ирокес тот же самый, сильно не поменялся. Вот очень интересная фигурка, из аксессуаров к этой фигурке идет такая бита, бейсбольная, на бите тоже есть надпись, рисунок вот о собачке, и такая вот надпись Clash Forks, насколько я понимаю, возможно это как раз вот имя вот этого парня. В оригинале, по идее, вот этого парня на полицейской машине должен преследовать вот этот вот коп. Это полицейский спецназ у нас, у него есть такой шлем, начнем с него. Шлем отличается от обычных типовых шлемов тем, что вот это стекло, оно не поднимается и не опускается вернись, то есть оно присоединяется сюда и уже сидит здесь намертво, потому что в каске присутствует такой козырек, который не дает это стекло поднять. На каске есть эмблема полиции, Лихтеновского города, скажем так. Интересный, хороший лицевой принт, но он не настолько необычный, как у фигурки преступника, но тем не менее тоже хороший, очень качественный, тоже точно так же голова телесного цвета, не желтого, как у мини фигурок Лего. Затем у нас весь принт бронежилета с множеством карманов, ремней, надпись вот. Опять очень хороший принт на ногах, качественные наколенники, просматриваются какие-то карманы, подошвы, обуви. Хороший принт на спине, вот правда ничего у него нет. Как я уже говорил, вот машину собрать, вот эту вот, которую видно на инструкции, не получилось, к сожалению. Возможно, посмотрю из какого-то лома, используя другие колеса, что-то подобное смогу собрать, но не уверен, будет ли желание, будет ли смысл это делать, возможно. Итак, ну и теперь у нас основной обзор, о котором будем говорить сегодня, это набор Хантит, состоящий из преступницы, мини фигурки полицейского и вот этого джипа. Сегодня поговорим. Инструкция очень хорошая, кстати, забыл сказать, все хорошо пропечатано, не столько детализировано, как в Лего, но, тем не менее, достаточно все неплохо. Мини фигурки. Это вот первая у нас мини фигурка, это преступница. И если вы обратили внимание на инструкцию, у него был нарисован из фарфов черный пистолет, но он, я уже даже не помню, изначально был такой серебристый, типичный электроянский, или был все-таки черный и потерялся. Ну, вот нашли вот такой вот, для того, чтобы просто продемонстрировать, что он есть. К сожалению, это не помню. Интересно, такая вот синяя, точнее фиолетовая прическа. Два принта у нас лицевых у фигурки. Первый принт, это такой улыбающийся, вот, видимо, с этим выражением лица преступница должна от полицейского убегать. Второе выражение лица, такое печально расстроенное, видимо, с этим выражением лица она уже сидит, пойманная на заднем сиденье джип. На спине, раз уж сняли прическу, видна вот тут татуировка. Тут у нас какой-то то ли туп, то ли корсаж, непонятно. Ошинник какой-то с заклепками. Еще несколько татуировок, просматривается пояс с патронами, чулки, юбка или шорты, неважно. Опять-таки, принт обуви присутствует. Хорошая, качественная мини-фигурка, добротная, очень интересная. Это у нас полицейский. У полицейского в комплекте идут наручники. Принят только один лицо, вот такой вот разозленный полицейский у нас. С усами гонится, вот с таким выражением лица за преступницей. С таким же выражением лица он, собственно, везет ее уже в полицейский участок. Фуражка. Фуражка немножко похожа на те фуражки, которые делаются у нас сейчас в LEGO City. Тоже есть вот такая карта с эмблемой полиции. Но она немножко отличается. Вот у LEGO они как бы многогранно идет фуражка, сам контур вот тут. А здесь она просто скругленная. Козыречек. Хороший, качественный пластик. Лицевой принт у нас на туловище. Значок полиции, галстук, карман. Даже вот видно запах. Ну, не знаю, пока забыл, как это называется на галстуке. Ремень. На ремне у нас рация. Какие-то поясные сумки. Есть такие опять ремень. Вот на джинсах почему-то второй. Тут же пряжка ремня. Теперь зачем два ремня человеку. Карманы. На спине никаких принтов нет. Хороший, качественный пластик. Замечательные фигурки. Ну, основным элементом у нас является вот такая машина. Машина вот тут вот, честно говоря, несмотря на то, что внешне она выглядит очень хорошо, она подкачала. Итак, давайте сначала поговорим о том, как она снаружи выглядит. У нас радиаторная решеточка. Фары. Здесь противотуманные огни. Надпись POLICE. Эмблема полиции на капоте. Двери с двух сторон. Двери открываются с наклейками. Это не принты, это наклейки здесь у нас. Наклейки тоже прозрачные, хорошо держатся. Колеса очень легко вращаются. Все хорошо крепится. Мигалки. Задняя дверца у нас открывается, закрывается. Здесь у нас есть еще крепление для наручников. Машинка, в общем-то, очень простая. Внутри у нас в кабине две пары сидений. Но, к сожалению, вот никто, конструкторы покупают часто, разбирается в этом. Уже видно, что две фигурки, одна к другой, их посадить достаточно сложно. Можно на переднее сиденье воткнуть две, тогда у нас будут не до конца закрываться двери. На заднее сиденье вообще помещается только одна единственная фигурка, прямо то есть по центру и все. Можно кого-то еще запихнуть. Сюда в багажный отсек, но тоже не самое удобное место. Крыша снимается очень легко. Вот есть такие дуги для тента, видимо. Итак, я уже говорил, что машинка не самая удачная, в чем заключается ее неудачность. Неудачность заключается в очень плохой компоновке деталей. Она очень непрочная, очень легко ломается. Вот смотрите, у меня просто в руках без малейшего усилия рассыпалась вот эта вот конструкция, вот эта рама. Просто либо вот прицепив вот такую детальку здесь снизу, либо для того, чтобы это еще прочнее выглядело, взять две вот таких угловых пластиночки. Сейчас покажу еще поближе. И соединить здесь еще вот такой вот. Тогда получается немножко более проще. Это понятно делать, если у кого-то есть другие конструкторы, есть какой-то лом дома, вот можно сделать так, это будет все хорошо держаться. Второй недостаток прощеностной гораздо более серьезный. Это уже третий, кстати, который я хотел покрыть. Очень легко отваливается решетка радиатора, но это еще не самая главная беда. Самая главная беда является в том, что если вы присняете крышу, сильно надавливаете, у вас полностью отваливается вся носовая часть машинки, передняя часть машинки, простите. Проблема заключается именно в компоновке деталей, то есть она вот так вот расположена, что у вас, вот эта машинка, два таких, скажем так, нижних зацепления, вот вверх. То есть ее легко присоединить, но это надо приноровиться, потому что здесь можно пытаясь присоединить одну деталь, отломать тут же другую. Вот несмотря на достаточно привлекательный внешний вид, у машинки есть проблемы очень серьезные с прочностью присоединения деталей. Дело даже, причем не в качестве самих деталей, а именно вот в компоновке. Вот все три, собственно, больных места, которые у меня, по крайней мере, здесь есть, я продемонстрировал. Вот эту проблему здесь можно, в принципе, решить, убрав двери и поставив какие-то здесь длинные блоки, найти такого же цвета, что, кстати, достаточно сложно, потому что блоки такого цвета у них, наверное, стали использоваться сравнительно недавно. И не так часто они используются. Но можно попытаться попробовать. Возможно, эту проблему как-то частично можно решить, присоединив здесь две продольные детали в этом месте, прикрепив их как-то к самой передней оси автомобиля. Я не знаю, очень хочется надеяться, что как-то это можно исправить. Ну, думаю, можно постараться, можно что-то придумать, но машинка уже не будет соответствовать оригинальному своему образцу. Итак, общее мнение. Игрушка, в общем-то, конечно, неплохая. Для любителей конструкторов является, наверное, привлекательной. Но я бы ее, конечно, не рекомендовал покупать детям. Детям, которые еще не всегда могут соразмерять силу, с которой они скрепляют детали, с которой они играют. Потому что здесь очень легко, как я уже говорил и продемонстрировал, собственно, какие-то детали отломать. Вот такое вот впечатление о машинке. Спасибо большое всем, кто ждал, когда я вернусь со своими обзорами. Спасибо большое всем, кто за это время успел подписаться. Тем, кто не отписался за это время. Тем, кто комментировал, что-то советовал. Спасибо большое. В ближайшее время постараюсь продолжить. И какие-то еще новые обзоры вашему вниманию предоставить. Спасибо большое. Кому понравилось, ставьте лайки. Можете и не ставить, в принципе, мне без разницы. Лишь бы вам нравилось. Действительно нравилось это все смотреть. Кому хочется подписаться на канал, давите на гремлина в углу. Или подписывайтесь на страницы канала. Спасибо большое. До свидания.